Всех приветствую на Wall Street Online. 20.00 каждую пятницу мы собираемся вместе и рассмотрим основные фьючерсные рынки. По традиции начнем с экономического календаря. По календарю еще раз хочу напомнить, что в декабре как раз на стыке двух контрактов, а если точно, то 14 числа будет отчет по процентной ставке нескольких банков крупных. Евроцентробанк, потом, если не ошибаюсь, Британия и Канада. Или нет, не Канада. Накануне 13-го числа отчитается Америка и 15-го числа по Российской Федерации процентная ставка будет идти. Такая серия очень ударная, фундаментально, по рынку могут быть сильные изменения. То есть будьте осторожны и в то же время рассчитывайте свои стратегии, точки входа, отталкиваясь от столь интересного события. То есть начало контракта уже будут торговаться, я думаю, раньше. Как раз они с понедельника от той недели будут, на S&P точно перейдут раньше. Поэтому выталкивайтесь от этого и поставьте напоминание себе. Это будет, возможно, будет какой-то хороший импульс для нового тренда, либо продолжения текущего. По экономическому календарю. Значит, штаты, employment в пятницу 8-го декабря, важно отметить, и jobless claims в четверг, 7-е число. Петролем в среду, понедельник, вторник будет тихо, как в раю. Значит, по остальным странам. Индекс зиловой активности в понедельник – это Британия. Потом Австралия по процентной ставке отчитывается поздно ночью. 1,5% сейчас ждут, что останется на том же уровне. Индекс зиловой активности Британии и США – 12,30 и 18,00 – это вторник, вместе с процентной ставкой Австралии. В среду, 6 декабря, Австралия, ВВП, третий квартал. Потом отчитывается Индия решение по процентной ставке в 12,00. Я думаю, постепенно нужно брать в учет еще и такой огромный, огромную страну, как Индия, постепенно набирает уже обороты. Процентная ставка у них сейчас 6,0. Вот планируют, что оставят на том же уровне. В этот же день Канада решение о процентной ставке. Сейчас 1%, планируют, что будет то же самое. На том же самом уровне оставят. Потом четверг в основном будут интересны по штатам события. В пятницу отчитывается Япония поздно ночью за третий квартал. И Британия объем производства в обрабатывающей промышленности. Ну и, собственно, безработица по штатам в 16.30 это будет такой мувинг-индикатор момент на открытии биржи. Идем дальше. РТС. Начнем мы именно с него. Ну, в общем, по экономическому календарю, в принципе, все. Вот. Как видите, заставка криптобиржи уже доступна. Да, это, кстати, такой небольшой рекламный блок. Пять бирж уже доступно. Всего 59 криптовалют. Там есть очень объемная валюта, особенно популярная. Бетисиев, и там надо запоминать еще, я еще к ним не привык. Потихоньку уже знакомлюсь с криптомиром. В принципе, все не так уж и сложно. Самое сложное это вот эти все программные расчеты и IT-направления. А так, в общем, смысл понятен. И все равно что-то остается в тени, что-то недосказано. Но сама процедура, за счет чего это все живет, ясна. Вот. 59 инструментов я смотрел. Есть очень объемные. И в чем преимущество для тех, кто планирует торговать на новом, просто свежем рынке. Сразу скажу. Причем я посмотрел, там действительно такие есть. Достаточно чистая дельта. То есть, дисбаланс абсолютно не запачкан разными автоматами, маркетозами и так далее. То есть, просто вот чистая, как слеза. Объемы большие. Есть такие, что... Сейчас я вам даже включу Market Watch. У нас, если включить в стандартный... Сейчас покажу. А вы уже там смотрите. Вот кроссе просто добавьте тикер. И... Так, вот они у нас. Собственно, биржи, которые доступны. И вот он. А, уже 64 инструмента. Извините, я не успеваю за пополнением инструментария. В общем, это весь список. Сейчас мы более детально его загрузим. Bitcoin, Bitfinex. Ну, в общем, вот все биржи, которые доступны. Их всего 5. Последние это вот Kraken и G-Dax. Вот Bitcoin идут. Ether. И... Bitfinex. Bittrex. Kraken. G-Dax. И еще там один BitMEX. Вот. Инструменты. В общем, кому интересно, смотрите. Есть объемы. И можно их даже посмотреть. Сегодня рассмотрим один инструмент из 64. Есть малообъемные. То есть, их лучше пока не трогать. Они еще не обузданные. Соответственно, там очень легко на Gap нарваться. А это чревато большими потерями. Так. РТС. В общем, вот так обрадовал нас индекс. Сейчас уже на лоях контракта. Давайте подгрузим чуть побольше данных. С официального дня открытия декабрьского контракта. И у нас фактически неделя чуть-чуть. И ушла бы под нижнюю границу 111. Они, в принципе, там были. Но пока откатываются назад. Хотя, мало верится, что это будет прям с этого дня. Ну, с понедельника, вернее, будет рост. Как видите, самая топовая дельта была за контракт. Вот как раз 29-го числа. Потом, вот первый импульс, который они с 116-й рванули. Это было 14-го. И повторно такая же сессия. Только 3-4 тонны. Объем почти идентичный у них. Дельта, буквально, тоже немного отличается. По открытому интересу, естественно, люди сбрасывают перед уикендом. Но те, кто на шорт заходили, а это было у нас как раз 29-е число. Вот видите, сколько приток был по сделкам с 28-го. И на порядком там почти 20 тонн прибавилось по открытому интересу на следующий же день. Сейчас 416, в принципе, было и поменьше у открытого интереса. То есть, я думаю, что это такой шаровый профит. Сбрасывают перед уикендом и потом будут уже повторно заходить. Я думаю, что открытый интерес постепенно будет восстанавливаться после этого маневра. Достаточно волатильный маркет. Как видите, второй раз сбрасывают. И точно такая же модель. Такое ощущение, что это действует один и тот же участник. То есть, ну, почерк один в один. То есть, тут даже на графике четко видно. Так что, отмечаем 110-ю с копейками сейчас в плане поддержки. Мы выделим уровни, которые были активны сегодня. Итак, сейчас надо зафиксировать обязательно вот эту точку. Повторно тестирую звук на всякий случай, потому что бывает в записи потом что-то треск идет или еще что-нибудь. Нормально сейчас идет звук, картинка не мешает, ничего. Да, вот, и хотел озвучить. Следующий, Wall Street Online на следующую пятницу уже будет на YouTube-канале в разделе трансляции. Онлайн-трансляция будет непосредственно на YouTube-канале платформы Wallfix. Возможно, потом мы откроем отдельный канал для Wall Street, чтобы не нагромождать записями Wallfix страницу канала. И обязательно в рассылке будет информация об этом. Поэтому вы сможете уже со следующей пятницы добавиться на YouTube или открыть просто YouTube и уже смотреть онлайн без каких-либо проблем регистрации и так далее. Так, уровни, которые нам будут интересны. Давайте посмотрим сейчас. 13 тонн сегодня из уровней, вот буквально один байер попытался, 112-500, протащили до 110-500 и там успокоились. По объему 535 тонн, уже 536, было больше 29 числа, там самая топовая на этой неделе сессия. И с учетом того, что скоро близится момент процентной ставки решения, это будет 15 декабря, если я не ошибаюсь. Ну, я помню, что сначала Америка читается, потом Евроцентробанк и в пятницу, вернее, 15 декабря будет читаться Центробанк Российской Федерации. Если на вот этих трех днях будут изменения по процентной ставке в любую сторону, там, снижение, либо же наоборот, поднимут. Если Америка, вот первая, которая будет отчитываться по процентной ставке, как-то поменяет ее в любую сторону, то, возможно, какое-то изменение будет и по Евроцентробанку. Вот, еврозоне. И, соответственно, такая одна волна ударная, потом вторая, и в пятницу, в общем, индекс РТС будет неплохо так себя бодренько чувствовать в эти три дня. Будьте осторожны, а те, кто скальпирует, это просто кладезь заработать, порвать немножко, снять скальпы. Так, значит, ядро текущего контракта фиксируем. Вот он у нас. Так, это мы уберем. Котировка под ядром, а это означает, что у нас крайне жестко давят селлеры. И пока хотя бы не вернутся в этот коридорчик, покупки долгосрочные будут немножко нести рисковый характер. Второй по значимости коридор можно смело отметить 114,850 по 115,550. Это, как раз, на максимуме три периода, когда они тут хорошенько поработали. Собственно, 29 число сильно, так, ударное импульс создали. И вот плотный коридор по дельта массиву, если брать, то здесь можно смело, вот, 114,150 по 650, очень агрессивно. Даже чуть выше можно взять, вот, видите, плотненько весь коридор продавливали селлеры. Вот, 114 по 114,650. Коридор будет, ну, не на одну неделю еще важным уровнем, то есть здесь конкретно приложились. Байеров очень слабо видно и вчера, и сегодня, то есть буквально одна цена там фигурирует, поэтому мой совет сразу после таких падающих сессий не стоит покупать сразу, то есть нужна площадка для разворота. То есть, либо же понедельник будет крайне ликвидный, уже с открытия мощный объем, открытый интерес скачет, ну, приток позиций будет высокий и сильный. И, ну, это только в этом ключе, то есть при хорошей, сильной ликвидности с агрессором на покупку, такое чистое, и с притоком новых сделок. Тогда еще могут создать такой, якобы, шип по типу такой торговой сессии, как они вот на минимуме создали. То есть, вот в таком ключе. Но не забывайте учитывать, что желание пойти снять сапари, как бы, вот те, кто уже прочертили линию 110-500, там будет очень большое у этих участников, которые второй раз уже такую отсечку делают по РТС. Поэтому, если после нее заходить, уже более безопаснее будет, в общем, берите во внимание, такие, так сразу покупку не сдадут. И вот у нас с апреля котировочка. Видите, были тут достаточно, ну, относительно, фактически в начале года, там, начало весны вернулись. И как-то уж тяжело очень этот уровень дается. Если понедельник не остепенится, единственный вот похожий по поведению период, это, ну, вот модель, которая может быть отыграна. Вот в таком ключе, как они разворачивали в мае, то же самое. То есть, примерно еще просядут на следующей неделе. И как раз на ту неделю, когда будет процентная ставка, понизит процентную ставку, дай бог. И подает эту тему наверх, ровным шагом назад возвращаться. Вот куда они просядут, это уже можно зафиксировать. Такая плита на 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 4 начинается. Это 100, 2, 500. Вот, вот, надеюсь, конечно, что туда не придут, но всякое может быть. Потом начинается такая плотенькая активность у нас на 108, даже чуть раньше, 107 берем. Где они могут немножко притормозить. И 109, даже можно захватить 110, вот, да, весь этот коридор. То есть, если остановка будет в этом диапазоне, как раз очень похоже на то, что вот в таком ключе будет отыграно неделька следующая. То есть, бросят еще те, кто на покупку, яро будут закатить по неделю-вторник. И под петролиум в среду могут вот такую разворотную сессию создать. И в четверг уже на турбинах уйти наверх. Посмотрим. Пока идет на снижение CL. Ну, в принципе, на снижение относительно текущих цен. Но для RTS 58 по LightSuite 63 неплохо, в принципе, ценник держится. Поэтому потенциально вполне могут в второй раз бросить. И посмотрим, как будет понедельник открываться. На фоне всего года, ну, тут не хватает буквально декабрьского контракта, января и февраля. Сессия по дельте, видите, достаточно аномальная. То есть, ну, топ, если не ошибаюсь. То есть, да, 32 тонны было максимально за весь год. Если вчера, ой, позавчера. Серьезно так приложились. По ликвидности было и больше. У нас тут есть апрель 917 оборот за сессию. И по открытому интересу не очень сейчас интересен RTS на рынке. Ну, и такое мы пережили. Так что, больно уж так жестоко удерживают этот уровень. То есть, уже раз сколько? Раз, два, три, четыре. Пятый раз подходят. И даже шесть раз. Но этот уже такой достаточно ударный. Три сессии идут на шортах, поэтому покупать сразу, ну, не то, что не стоит. Это рисково. Если вы торгуете с рисковыми точками входа, уже принимайте решение самостоятельно. То есть, чтобы не было в ловле падающих ножей, лучше дождаться, пока площадку сформируют. Но это точно не один день. То есть, там, возможно, до среды будет там два дня стоять. И под петролем, если петролем выйдет более-менее хороший, то могут тогда уже пойти на развороте. Либо дальше будут падать. Если не устроят их петролем. Сбер. Сейчас погрузится, хотя рука с берем. Так, есть котировочка. Очень схожая ситуация. Единственное, здесь уровень 221,5-222. Ликвидность, правда, не топовая. Было и побольше. Вот у нас идут по 13 миллионов сессий. По 14. Неделя ровная по ликвидности. Тут 4 предела был. И порядка там 3,5 в среду. То есть, соответственно, к чему я, что в понедельник, вторник и под среду могут развернуться. Если бы на Сберии точно так же приложились хорошенько. Сейчас мы еще Газпром посмотрим. Я Газпром не видел. В принципе, тогда на снижение очень могут быть шансы. Если Газпром тоже особо не реагирует по ликвидности на это движение, то возврат может быть такой же, как мы наблюдали уже после первой отсечки. Итак, по дельте у нас получается на Сберии 3 дня тоже идет активность команды в красных комбинезонах. И в 28-го у нас был байер под миллион почти. Давайте посмотрим вот этот дисбаланс, который в четверг сделали. К этому у нас ликвид. Так, 343. А здесь у нас идут Ну, периодически отыгрывают байеры там какие-то цены, но В общем, пока Ну вот, 59-й они Увеличивают ликвидность 25, 15, 22, 15, 27, 10 Но ликвидности у Селера у нас много. Тут почти на каждом уровне по два раза перевес идет 160 против 87 Тут единственный вот уровень, который такой неплохо по перевесу идут 39, 65 и 20, 10, 23, 40 30 на тонну против 9 Но ценник находится ниже, поэтому Посмотрим, как тут будут Ну, перед выходными вряд ли там особо будут вспомогательные добраться в эти покупки Но отметим сопротивления, которые могут быть При коррекции в понедельник И если их не пробьют, то Будьте очень осторожны Итак, 224 и 40 По 225 можно смело брать Левел на сопротивление Потом четверг плюс пятница Давайте сделаем вот так лучше Вот они Вот этот весь коридор И Даже можно брать плотно 223, 8 221 Можно разбить отдельно на два участка Это 222, 7 По 223, 8 В делах рубля И потом идет уже 221,5 По 222 Если Не смогут байеры Вернуть цену Даже за 222,7 То есть Откорректируются И упрутся Примерно 223 Покупки пока Под вопросом будут Дельта Как видите Почти полмиллиона сегодня На сбери Поэтому Эти объемы Которые Сегодня Самые свежие И они будут иметь Влияние Уже на понедельник Напрямую Фактически Вот 223, 165 Потом идут У нас тут крупные были Полмиллиона 224,4 Этот уровень Обязательно возьмите На заметочку И 83 тонны На 223,8 Потом Сегодня 223 И 222 114 И соточку Бросили рядом 221,5 Ценник Сейчас здесь 118 Вот такие у нас Дела И смотрим По уровням Причем Обратите внимание Куда пришли 28 числа Тут был Некий Такой ВИП 90 тонн Так Кому-то нужно Было Очень По 221 Купить Так Берем Это На следующую Неделю Вполне Может быть Поддержкой Коридор 220 И По 221 В принципе Желательно Чтобы Избир Не Ушел Ниже Если Останется Выше Этого Коридора То есть Могут Быстренько Восстановиться И Это Уже Так Меня Опять Выбросил Так Секундочку Сейчас Секундочку Так 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 Секундочку Вот так Так Секундочку Да Секундочку Секундочку сейчас на паузу нажмем все запись продолжилась слава богу вот просто ошибочную ссылку сбросил которую для автора ну для ведущих и меня выбрасывает как только по этой ссылке кто-то проходит вот мы в следующий пятницу напоминаю будем на эти уже трансляцию вести поэтому там и сбоев меньше будет и удобнее комфортнее многим продолжим сбер в общем где у нас там кластер по дням в общем для восстановления динамики на север нам нужно пройти всю эту преграду которую я выделил а именно вот этот пакет шартов потом вот этот коридорчик и если понедельник не в силах будет даже первый вот уровень пакетного размещения крупного участника даже это осилить то точно покупать пока не думайте даже вообще лучше подождать понедельник может быть очень не такой с маневрами смогут сбросить всех кто захочет на покупку зайти после столь интересного отката пока в принципе вот по отношению к ртс сбер более-менее выдержал этот трехдневный шорт котировка по нефтянке особо сильно прям там за 40 не за 50 и ниже не ушла поэтому это оптимальная еще пока стоимость барреля особо для экономики урона нет большого 229 по 231 здесь можно отметить три подряд сессии которые были в конце ноября там начало до до 23 21 вот они отличились их еще протестировали на этой недельки и в среду мы оттуда ушли поэтому это уже проверенный уровень сопротивления берем на заметочку 229 231 это уже на среднесрочные сценарии и выше так по поддержке еще такой интересный уровень 217 по 218 военным военным зеленым оттенком выделил водами 4 сессии прям так смело аккуратно покупали вот особенно вот 19 11 в общем такие поддержки такое сопротивление давайте посмотрим на 15 минутам таймфрейме как там все очень происходит так это настройки не мы и так это так но это уже куда нишеньку куда лучше так обратите внимание на четверг ветер кто-то что-то знал в четверг прямо смотрим что это было да вот шарты были такие 167 тонн перевес на северах уже было под закрытием вот 105 79 и с этого уровня так и не ушли выше ведь им пятно такое шартов очень плотная 222 идеи 224 6 вот по таким более свежим следам вот коридор который точно нужно осилить наверх если восстановить ну для восстановления динамики на север и вот интересный момент смотрите как 11 45 и по 13 час тут пытались отыграть снижение но видимо их аккуратненько вот наказывают выстоят не выстоят будем смотреть уже с понедельника ставьте alert прям смело на вот можно ставить 225 локальный уровень это будет маячок даже 225 и 3 эти байера который прямо самому верху заходили это явно что-то знают если у них получится толкнуть выше цену соответственно все что делали вот в этот период и потом повторно еще здесь пробуют удержать видите они две плиты уже сформировали так отчетливо вот и отлично видно вот плиту по байрам поэтому 221 и 8 по 222 и 5 если цена уйдет выше будут хорошенько удерживать чисто спекулятивно то есть ну после таких снижений лучше переждать день либо же крайне аккуратно работать вот покупки с продажами может быть коррекция и тогда вот 225 и 5 весь этот коридор тут прям фактически даже не дали байрам появится вообще то есть свежий уровень на сопротивление это вот здесь коррекция до этого уровня там будет защита стран селлеров тогда уже можно прокатиться вниз но уже на такое можно провернуть на фьючерсе на эту акцию газпром сейчас показывают маркет watch пол процента за день изменения соответственно относительно сбера 13 short сегодня идет подгрузка пока чтобы он не скучно было я переключила на слайдике так что те кто на фьючерсе на индексе ртс планирует начале контракта заходить то долгосрочно вполне потенциально может быть сложится все так что все три банка поменяют как процентную ставку либо хватит даже просто изменения по штатам и евроцентробанку вот 13 14 декабря не пропустите это может быть такой хороший первый рывок и обычно с таких событий вот когда в начале контракта по измпи тоже часто совпадает вот начале контракта какое-то событие либо процентная ставка либо фомка либо employment прям вот фактически там первый либо второй либо третий день нового контракта и могут на недельку на две уйти в одном направленное движение то есть можно прокатиться на этом коляном импульсе то есть все переходят со старого контракта соответственно если у них там у всех мысли совпадает то могут стабильно удерживать долго динамику соответственно финн артесе то же самое могут провернуть а это визуальное отображение взаимосвязи акций либо nasdaq либо на если я не помню же кажется то есть там такая вот есть разработки у некоторых компаний которые примерно в таком ключе анализируют ну как когда допустим падает сектор какой-то то какие акции начинают там тянуть первое за ними и ну как бы карточный домик начинают валиться потом если сектор начинает уходить подтягивает за собой ну так как экономика глобализированной взаимосвязи между секторами обязательно есть то есть какой-то у них по статистике секторов обязательно начнет реагировать и они на этом зарабатывают то есть за счет такой масштабной взаимосвязи принципе есть огромное желание такую штуку сделать но у нас не успеваем просто даже по надо программисты еще и это в такую штуку делать целую команду на собрать но там как бы инвестирование будет на высшем уровне такая очень детальная так ладно идем дальше я думаю что газпром уже подгрузился где он там есть так газпром начнем с девочки и вот хороший пример когда падает акция ну снижение идет на плюсовой дельте эти 954 тонны это только дельта оборот 4 миллиона почему-то решили в четверг ставить на газпроме из них восемьсот двадцать девять тысяч было 132 но отметку увидите ставьте обязательно стой цены ниже были небольшие объемы добавили вот 50 30 16 184 145 это вот отметочки то есть залили неплохо вот байры тут победили 134 132 4 по 132 6 это однозначно можно взять как поддержку соответственно и газпром особо не рухнул поэтому даже наоборот как бы смотрится неплохо вроде как восстанавливаться хочет и может быть понедельник такой на ртс и как ага хотите зайти просто так на покупку и сбросят спаса прям потом уже можно будет заходить просто в таких случаях сразу если размещать то размещать небольшую часть контрактов и потом уже дозах до заливать когда все будет более безопасно ну вернут выше 133 и там уже тогда можно безопаснее доливать смотрите как они неплохо сто три четвертую упаковали и на той неделе на этой заказ видимо какой-то проходит по этой цене 175 162 156 и вот кто-то решил уже не пускать ниже котировку почти миллион кинули по 132 и 2 вот так что дельта процент здесь 21 по 23 8 25 и 9 было 28 числа и вот тоже на поддержке 26 и 3 на газпроме зашло 24 числа обратите внимание что поддержку удержали еще той неделе вот там конечно не 800 тонн тут суммарно порядком 350 300 200 120 тут 200 до 250 ну вот так 829 не часто делают делают не часто в общем поддержку вы увидели давайте посмотрим на пятнашки что там было вот и вот они эти ребята 18 45 пробежали безумие ну-ка на такой был неспокойный газпром на этой неделе понедельник вторник принципе был за покупку потом 29 там принципе есть избер и ртс отличились и сразу же после видите вот как на газпроме снимают топори сходили вот сразу и буквально полтора часа маневров и уже не на покупку восстанавливаться вот переломный момент уже в 12 часов общая дельта была на стороне байеров и вот такой маневр делается за 45 минут вниз кого-то видимо 829 лимитка очень сильно заинтересовала и они решили сто три четвертой уйти на 132 тут прям явно видно что конкретно сразу пошли цели на параллельно за этим ордером лимитоз видимо какой-то крупненький и вот они ушли поэтому у кого крупные объемы те могут вот так рынок заколдовать не вооруженным взглядом видно что 132 и 3 вот прям даже 132 и 2 можно взять такая к лимитка заполнялась очень так долго целый день практически вот как ножом срезаны видите это явно лимитный ордер накидывали и там по большей степени у нас побеждали в основном то есть 2 и 3 и застыли опять на первом же максимуме который был сегодня соответственно понедельник просто обязан выйти выше если нет то и еще будут мучать и возможно до самой среды пока петролиум не засветит данные своих которые он фабрикуют как хочет никто же не может пойти проверить сколько там петролиум насобирал этих данных сколько у них там этих ресурсов запасов нефти вот поэтому по сопротивлению явно тут были какие-то магии здесь ну вот вечер вторника обратите внимание с как только штаты открылись сразу началась какая-то безумная волатильность на протяжении всего часа просто туда-обратно ничего больше не происходило вот если брать по сопротивлению которое сформировали в среду то здесь явно 133 990 3095 134 15 это блок который до обеда бабахнули потом уже ближе к штатам второе сопротивление пока вот котировочка ниже этого уровня формируется на всякий случай 135 137 вот такие в общем вещи ну и блок поддержки здесь и коридор который вот набрали с из свежих и спекулятивные но достаточно интересный газпром себе повел их три самые топовые цены у нас здесь как раз тут ведро будет недели 133 133 5 и 134 132 15 самый топовый вот она 860 по объему рубль сейчас пока могут погружиться я заставочку включу в общем сегодня будет запись обзора на youtube канале в комментариях к видео кто будет записи смотреть напишите какую криптовалюту вы бы хотели рассматривать на следующему сайт онлайн вот у нас их как видели 64 поэтому точно найдется вот можно даже принципе такой небольшой ликбез сделать по ним пробежаться какие есть сколько ликвидных сколько слабо ликвидных и какие можно юзать в общем комментариях оставьте название криптовалюты интересно для вас ну и самое востребованное будет обзоре следующую пятницу так почти погрузился рубль так так Продолжение следует... Продолжение следует... Я ставлю фильтр TPO 300... Ой, 30% Сейчас проверю, ничего не поменял никто Так, 30% И вот пунктированная линия сразу автоматом выделяет его мем Ошибся малость, вот 480, 860, 30% коридор Второй по значимости... Вернее, по... Незначимости, а... Немаловажный уровень, то есть Внимание уделить ему нужно обязательно По сопротивлению это 59, 58 59, 75 Две плиты тут такие достаточно Неделька и три дня И начинается сопротивление с... Такой... Площадки селлеров Тут видно, что... Три дня по минимуму Активно работали продавцы И... 23-го уже так финиш поставили Финишную точку Ладно они... Тут, тут, тут... Берем с... 59, 360... И по... 59... 520... Вот этот коридор Мы сейчас его засветим И я его выделю, чтобы он у вас... Запомнился, вот Тут же... Атаковали здесь... И так далее... Мы поставим пунктир Чтобы он был хорошо заметный И разворачивают три дня Дельта была на стороне Байера Почти 100 тонн Сегодня Такая была похожа 119... 13-го числа Вот... И... Вот... Видите, как выглядит хороший Такой... Добросовестный разворотец То есть... Покупать сразу Вот... Тоже... Сиганули вниз И сессия еще Просаживала Вот... Точно так... Вот такая ситуация сейчас На РТСе Вот... РТС сегодня И... Понедельник Вполне может вот так Себя повести То есть... Кинуть с топори Потом могут пойти наверх Могут вообще На всю сессию Специально тащить По максимуму Скидывать Если много... Много будет желающих На покупку зайти В принципе... Такого... Прямо опасного Момента нет Единственное Что с Бертона 1.3 просел сегодня А так в целом Он выглядит достаточно Бодро Еще могут Восстановить На случай На самом деле По... Вот этой площадке Сейчас мы Просканируем Весь этот коридорчик И... Посмотрим Что у нас там было На самом деле Внутри Так... Ну тут явно Преимущество За байерами Прям... По количественному Значению Перевес в основном На байере Буквально вот эта цена 58 620 Вот такие В общем Уровни И тут Напрашивается Прям 58 650 Саппорт По самой Вот 58 78 Эта площадка На развороте Так сформировалась 58 390 450 Вот Такие Поддержки Ну а Сопротивление Пока Впереди Могут Еще на полупонедельника Уйти Вот Как раз Тестировать Если тут Защита Будет Неплохо Так Так Такой Похожий Прям Для Примера Нет Вот То есть Вот это более-менее Спокойный Разворот Если будет дальше Толкать наверх Блюдечко Еще В техническом анализе Называется Блюдце Так 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 И смотрим Открытый интерес Как видите Рост Встретили Не особо Приветливо Приток Позиций Отсутствует Даже Немножко меньше Стало Открытых сделок Поэтому Рост Идет Без поддержки Со стороны Ликвидности То есть Коррекционный момент После Такой пятницы Может Вполне Ну Вероятность Высокая То есть Я думаю Тестировать В 59-ю 360-ю Потом Уже Пойдет Низ Все Посмотрим Как РТС И нефть себя будет вести Итак Пятнашку Сейчас заглянем Вот так выглядит Этот маневр Вечерний И В принципе Неделя Ничего Терпимо Терпимо Плита Которая 32 тонны Разбросали Прямо В коридорчике Где же Это у нас все было Девять Штук Семь Две пятерки Наверху У нас Семерка Двушка Девятка Вишневая Вишневая Неплохо Так Оборот Был 280 Тысяч Контрактов Товарищи Это за 15 минут Представляете Больше Больше чем за весь день Ну ни одной 15 минутки За неделю Даже Таких не было Вот Тот Кто знает Что вечером Малые объемы У него есть крупный объем Вот это он Пакосит Вот так вот Частенько бывает Ну как Уже замечено Что именно вечером Кто-то Всем Делает нервы Так Причем это все Как не регулируется В плане Не ищет виновных Так Что это я Ядро недели Кто помнит В мае Или в апреле Пару лет назад Когда за Вечернюю сессию Там за 5 или 15 минут Сходили просто Весь коридор контракта Сбросили Пушка была просто Вот Волатильность На высоту контрактов То есть Все что там Росли 2 месяца Просто Вернее падали 2 месяца Потом наверх сходили За пару минут Там 700 контрактов Забрали И вниз потом Постепенно Как на парашюте спускали Я так и не нашел Нашли виновных Не нашли Но на следующий день Многие были Расстроены Поэтому На вечер На перенос На вечер Подумайте Два раза Стоит ли Особенно На уикенд Оставлять позицию Итак Давайте Зафиксирую Все таки Тут как бы Была не была Может все таки Понедельник Откроется По-людски Там где и закрылся Без этой вечерки В общем Плита интересная Вот Мы выделим эти Три точки По поддержке Тут Явно Отличились Понедельник 350 400 И Тут тоже Формировали Прям видно Даже по ядру И добавили еще В четверг Вот этот коридорчик На всякий случай Так Сейчас мы По скеллу Еще Зафиксируем Если все тип-топ Да Видите Вот они Начнем с Вот этой точки Тут Три цены Здесь По итогу Получилось Чуть-чуть Вот 58 87 58 810 Вот Коридор Если вернется В понедельник Там где взяли То По идее он должен быть В районе Где-то 80 750 Так Ну будем смотреть Остепениться Не остепениться И вот эти две цены В качестве поддержки Проверочной 390 440 Вот они тут Понедельник Набросили Так Пока Рубль Под влиянием Нет 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 Михаил Следующий Вебинар Будет на YouTube Канале Онлайн Трансляция Вот Так что Уже вообще проблем не будет Вы просто на канал заходите И там уже будет Все онлайн и все Без проблем По сути Даже Регистрироваться особо не будет И Тоже ближе к новому году Будет Отдельный сайт Вообще по 50 Там все будет Так Ну Продолжим У нас тут Подгружается Подгрузился Уже Спотиус По Рублю Так Есть Есть Тоже Немножко 3.8 Оборотец был Вчера Сегодня Тоже сиганули наверх И 59 Так Как По волшебству За Квартал Этот Можно сказать За Контракт 57.45 Вот Можно выделить Самое Объемное Ядро По 57.7 Это можно смело брать Потом идет Второй коридор По значимости У нас 58.1 По 58.35 Этот уровень Мы отделим Цветом Выделим Чтобы Их Разделять И Как раз Уперлись Вот Что И Стоит Выделить Это Сопротивление 59.2 59.35 Немножко Отсюда Пришли Остановились И Остепенились Посмотрим Что там У нас Прошло Через День То Селеры То Байеры То Байеры Причем Байеры Видите Особо Никаких Итоговых Действий Не получалось У них сделать А Вот 24 28 100 165 Было 22 Как Раз Вот 17 Старт Начался И они Пришли Как Раз Активность Неплохая Со стороны Продавцов И Бросили Почти С 359 Почти 360 Тон 347 Зашло Только 58.3 По 58.35 Полмиллиона Вот Эти две ценушки 245 Сегодня 367 Вчера 372 Тонны 50.85 360 Уже Запечатали Так что Для Возврата На Южную Сторону На Юг Нам Нужно пройти Весь этот Пакетис С 58.3 По 58.60 Фактически Вот эти 30 копеек Обязательно Нужно преодолеть Пробить В общем По какой причине Так сиганули Наверх Сейчас Мы 120 37 Было бы Ради чего Это Если Полмиллиона По цене Здесь 120 Так идти за 120 Людям Портит нерв Так В общем Пока Еще Не прошли 59.5 Есть Шансы Что Восстановится Нисходящая Динамика И Пройти Нужно 58.3 58.6 Евро Сейчас Мы Вот Еврик Посмотрим На Еврике Меньше Объемов Поэтому Подгрузился Быстрее Так Вот У нас Дей Сессия Итак Еврик У нас К 1.2 Отметки Подбирается Тут У нас Уровень Даже Стоит Среда Четверг 7.86 Дельта По Открытому Интересу Набрали Позиции Вчера Сегодня Чуть-чуть Сбросили Кушать то надо Правильно 72 тонны И 472 Сегодня Вот Так что Вот эта дельта Которая была Среда четверг Приток Был Как раз На дельте На покупку И По Уровням Непосредственно Берем Среду Поддержку 184 185 И Вот Они По 11 16 13 Тон Начиная С Вот 186 И По 188 Тоже Поддержка Неплохая Была Прибавил Оборотов И Тут Повторно Еще Вчера 5.8 Залили И Две десятки 14 тонн наверху В общем Тут Еще один пакет На поддержке Так Так Вот 19 И По 19 3 Четверг Ну в принципе Вот Если Заходить 30 Все Все Неплохо На рост Видите Увеличивается Оборот Хороший знак И По Сопротивлению Еще Пройти Нужно Вот Это У нас Сам Понедельник Собственно 93 94 И Можно Даже 96 Смело брать Вот Алерт Ставить На 198 Так Вот У нас Тенденции В принципе Равноделенный канал Удерживается На 1.2 Там Потенциально Должны Рвануть В принципе Наверх И Давайте Посмотрим И Так Ядро Не пробили Знак Это значит Что у нас Еще есть Поддержка 182 78 Вот Самое Такое Плотное Ядро И Собственно Голова и плечи Линия шеи Все Как на техническом анализе Мерфи писал Вот Видите Если присмотреться Внимательно Давайте сейчас Попробую Подчеркнуть Вот Видите Как Удерживают Канал Если Надо Удержать Вот Не Линия Надо Что Вот У нас Видите В общем Канал И у нас идет Сразу Сразу Видят Это Из Из Ниоткуда Байера И Удерживают И Идем Дальше Фунт Фунт Название Название Канал Будет Отдель Возможно 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 Останется На Волфиксе Пока Раздумываем Так Фунтяка В общем Возвращается К Началу Осени И Возвращается На Повышенных Оборотах Видите Идут Смело Пока Чуть Привныли К выходным Но так В принципе Три дня Было Неплохих И Открытый Ну Пятница Это Нормальная Появление И Даже Старт На Плюсовой Дельте 3 2 4 7 Как видите На фунте Это Еще не вечер Так Площадка Которую Они Постеснялись Пробить Это 35 По 35 6 Тут Недельку Они Видите На какой Агрессивной Дельте Простояли Потом Сигнули То есть Тут Сопротивление Прям Родословное Вот Ставим Обязательно И Давайте 15 Еще Посмотрим Я Просто На Wall Street Online Использую Cluster Profile На самом деле Ну Там Много Модулей В Офикс Ну Это Для тех Кто Еще не особо Освоился Рекомендую Успользовать Для Внутриедневной Торговли Тиковый График Реверсивный Потом Для оптимизации Уровня Сетку Классик Классик Оптимизировать Фильтры По объему Он Может быть Очень Информативным И по статистике Загляните Обязательно В Time and Sales Три варианта Hide and Trade Scanner Тоже рекомендую То есть Он сканирует сектор И Подсказывает Где у нас Такие Перекосы По объему Соответственно Если вы Скальпируете Вам нужна Моментальная Какая-то Десбалансировка По какой-то Акции Либо же Там Даже просто Вы какую-то акцию Торгуете На всякий случай Вдруг Что зайдет крупное Чтобы вы не пропустили Вот сканер Как раз вам и подскажет Так Значит Ну понятно Здесь Все произошло в четверг В пятницу Просто Немножко Капризная Сбросили они В аккуратненько Четверг И якобы Пытаются восстановить Ситуацию Ничего себе Вот Чем отличается Евро От фунта У фунта Есть такие Черты Как Немного Техничные Аккуратно Работают Видите Массив Отработали Ушли Массив Отработали Ушли Особо там Париться не надо Это Пробит Массив Стоплоу за массив Ставить Каждая модель В общем Вот такие У нас Массивы И сопротивление Прямо очевидно Тут Вот Аккуратненько Упаковали И пятница С него И ушла Так и не пробили По поддержкам По поддержкам Тут Все Более менее Понятно Сейчас мы Так Запрессуем Котировку Ну вот Если выделить Прям такие 342 345 47 Потом Плотно идет Загрузка После стопов 324 По 326 Все Это Это был фунт И Индекс доллара По просьбе Михаила Так Забыл совсем 329 Тут 1400 Полторушка Тут по штуке Так Индекс доллара Интересные мысли Рассказали По поводу Вот Криптовалюты Ну То Что она есть Этим уже Не поспоришь Как бы особо Сомнений нет Скорее всего Сценарий с ней Будет такой Что банки Просто начнут Свои создавать Криптовалюты И Постараются контролировать Все вот эти Вот Неконтролируемые Криптовалюты И Ну Подсаживать Именно на свою Криптовалютку То есть Она не исчезнет Но банки Ее немножко Все таки Аккуратно Захватят Вот Поэтому Неудивительно Я думаю Что Избер скоро Внедрит эту систему Потому что Интересуется Крайним Плюс Доклад Ну Отчет На 2018 год Я считал На сайте Российского Центрального банка Есть этот документ Ну Как бы цели До конца 2018 года Популяризировать Оплаты Через телефон То есть Вот На все территории Российской Федерации То есть Будут Внедрять Такие оплаты С помощью Она уже есть Как бы Но Сам это Питер Москва А так Как бы по всем регионам Будет Интернет банкинг То есть Популяризация Активно начнет Таким Уделяется на это Кэш В общем Так что Так 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 Это у нас Индекс доллара Девяносто Девяносто третью Прошли ниже И у нас Тут остается Только одна Вот Площадочка Девяносто два шесть Девяносто два шесть Девяносто два шестьдесят пять Сопротивление Тут прям Четыре дня И там три Активно в общем Не пускают И до самой Почти Девяносто три Сорок пять Вот они тут Как ушли И потом не пускали Вот даже Пытались протестить В общем Уйду за Девяносто два И пять Можно даже Алёр ставить Понятно уже Особо не поймаешь их И Девяносто три пять Это основной коридор Недели Но и Уровни там тоже основные По Открытому интересу У нас как бы Не особо сейчас Хотят Индекс доллара Поэтому И шорты идут Такие себе Бывало получше То есть По Технике шортов Индекс доллара Выглядит Резко достаточно Просто Может быть на максимуме И через три дня Просто Половину коридора Отрезать Так как будто и не было То есть Меня это направление Очень быстро То есть Стоят Потом хоп Стоят То есть Вот так Два волатильных дня Это по большей степени Манипуляция И Сбрасывают Стопари То есть Это не шорты Так что Отнести их К разряду шортов Крайне сложно С учетом Снижения С учетом снижения Открытого интереса Тут по большей степени Наверное фиксируют Просто Шорты Которые Они открывали С девяносто пятой Особо отметить Стоит Вот Тридцатое число Съели Так что Смотрите как уйдет Понедельник Мелочи Вот Просто Да Создают свои Криптовалюты Мол Вот Там Намамото Еще одну валюту создал Все поверят И будут пользоваться И забудут Истинных там Разработчиков И создателей Этого всего Ну в общем Популярность Очень высокая И Чем больше Кэша Появляется У этого бизнеса У этой валюты Тем Соответственно Более популяризируется За счет бюджетов Крупных Вот Продавать квартиру И покупать На всю Капусту Биткоины Ну А особенно Фермы То есть это Как бы Бессмысленно Ну не то чтобы Она будет Лучше Кэш Который тратится На ферму Вкинуть в сами биткоины Да и забыть надолго Про это То есть Как долгосрочная Такая Инвестафера В принципе Пойдет Краткосрочная Сейчас уже Стратегия Золотая лихорадка Немножко На другом Зарабатывает На Продаже лопат И Формы Униформы Так 58.38 58.48 Да Кстати Старожилы И Те кто в рейтинге Публичном торгуют Я на выходных Хочу Потратить время И собрать Статистику Рейтингов За весь год Вот 2017 Будет Как бы Очень скоро Новый год Хочу Вот Разместить Рейтинг За год То есть Кто Сколько контрактов Закрыл Плюс Кто У нас Постоянный Участник И И Даже Сейчас Обсуждается Какие-то Бонусы Будут Тем Кто Хорошенько Показал Свои результаты За год 2017 Ну и Как минимум На доску Подсчета Будет Внесен Я просто Так пробежался Очень Неплохо То есть По сравнению С народной Статистикой Что 95% Уходит Ну теряет У нас Получилось Немножко Позитивнее Ситуация По сделкам Намного Лучше Все не так Хуже Ну на форекс Компаниях естественно Там Куда не поверни Там только Их ждут Когда потеряют Трейдеры деньги Статистика Достаточно Веселая Ну позитивная За год Это нужно еще Сформировать Ставить И Привести в чуткий Порядок И я думаю Что ближе к Новому году Будет Результат Под конец Контракта Декабрьского Так что Интересно Будет Посмотреть По Всем инструментам Так Это у нас CL За неделю Да 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 Вот В общем Набросали Порядком Трех тонн Чуть больше За 57 12 57 16 И при этом еще РТС Пытается идти вниз То есть Ну немножко снизились До 56 Пятница Ушла наверх Почему бы и нет 1400 Кто то на макушке оставил И смотрим По дневкам Как там ситуация у нас Это Январь Это январь Уже 6.7 Объем Посмотрим 4.6 650 И 645 Ну здесь Есть такие Две плиты Хорошие Два дня И по дельте Да Вот смотрите Снижение Падает дельта То есть Байеры появляются Вот они были на 57.6 57.45 Соответственно Логично будет Если они Все таки начали Покупать тут Толкнуть Выше этого коридора Так Среднеизвешенная Позиция у них Как раз в районе 57.5 То есть Они тут набирали Видите объемы Разбросали В общем В этом коридоре Среднеизвешенная У них как раз Там где максимальный объем проходит Чуть ниже на самом деле Если брать за эту неделю И Вот они Два дня скидывали Ну и Подбросили немножко Дровишек наверх Так Но Пятница как то Ошпарено ушла С этого уровня 59 Тут 17 тонн кинули По 58.65 Ставите Левел на сопротивление Тут Постоянно В общем Подбрасывают Тормозят Котировочку Причем Прям видите Как ножом срезали 6.5 тонн Дальше не пустили Все Не выдержали Перед выходными Решили сдаться Немножко И откат идет До 58.2 Потенциально Если вот эту плиту Понедельник будет удерживать Не пустят ниже То Можем увидеть Восстановление динамик То есть вот коридор Начинается с 58 Фактически И По 57.5 В общем Тут видно Невооруженным взглядом То Сидят одни байеры В общем Так вот СНП Итак Вот у нас идет Внутри Равноделенный канал Причем Я немножко Смещаю Смещаю Нижний уровень Тут Видно где сбрасывают Конкретно Народ Вот И он чуть поуже Идет Соответственно Тут Либо загнали всех На Эти На Ордера Которые На пробитие В общем Надо смотреть Сейчас ближе По 15 Чтобы показать По ликвидности Приток ликвидности 2.2 Был вчера Сегодня чуть поменьше Но Сравнительно На неделе Обороты Упали не сильно Ну в принципе Даже в сравнении с контрактом Видите Четыре дня Выше нормы Валет СНП Потому что Пробивать максимум Еще выше Но тут точно Ликвидности нужно побольше По открытому интересу У нас Вот С Тридцатого числа До 2.7 И сегодня уже Немного Но сбросили Перед выходными Это нормально Ну а четыре дня Вот шли немножко Набирать позиции По дельте Естественно Мы видели с вами Три дня По 60 тонн Вернее 2 по 60 Вот они И 32 тонна сегодня При этом Как бы общая картина Как бы За неделю Выглядит на рост А дельта Валет на Шорт То есть Забрасывают Тех кто на шорт Заходят Скидывают По стопорям Выравнивая Тем самым Открытый интерес Поэтому на пятнашки Сейчас мы выделим Уровни Интересно будет Понедельник Посмотреть Как откроется Видите Вот пятница Просто Жестяк Все кто набирал Покупки Вторник Среду Всех бросили Так Итак У нас тут Пятнашка Топ по дельте Топ по дельте У нас идет 26.02 Понедельник Понедельник Показываем Сейчас Кумулятивная дельта По дням распределялась Вот Самый такой Злостный день Был на самом деле То есть По притоку Дельты И по Коридорам Сейчас мы выделим Я поставлю тут Сожму немножко Ценовой диапазон Чтобы вы Хорошо видели Коридоры Которые плотно Проработали Байеры Которые Проработали Селеры То есть Вот этот коридор Дельта массивов На покупку Вот они шли Мир настроем Автомат конкретно Собирал Людей Так ровненько Толпа не может Работать 26.25 26.34 Плотненький коридор Поддержки Ну Потенциально Его и скидывали Вот И возвращаются Обратно По сути Тут Посмотрим Дельта Два дня Идет По 60 тонн Сегодня 32 Вот И Если не уйдет Выше вот этой плиты Снимки В полидели То могут Сюда потихонечку На парашюте Спуститься вниз То есть Поэтому Не пропустите На следующей неделе Под эту тему Могут Как раз На петролиум И там Эмплоймент Вполне может быть Что внезапно Появятся какие-то документы По безработным И там Поднимется информация Что там Пол страны На пособии Находятся Без работы И все стоит И Слава Богу Что Нефть Покупается За доллары Вот Могут Выбросить Что угодно Так Ну в общем 2626 2634 Ушли выше Поэтому Еще Оставим его Как Заинтересованный Уровень поддержки По сопротивлению Тут видно Прям Усеяно Шортами Макушка Четвергая Пятница Безусловно Берем сопротивление 2646 Чем больше Шестерок Появляется На уровнях Тем Ближе К возможному Завершению Роста Тут 2646 26 2610 Ну там такое Тут 2626 Там 2646 Вам Хороших Выходных Встретимся На Следующем Wall Street Online Еще раз напоминаю Будет он уже на YouTube Поэтому проблем со входом Не будет Проблем со звуком Не должно быть тоже Тестировали Вроде все тип-топ В чате Wall Street Online Можете прочитать Зайти Мы там Немного протестили Канал И вам Хороших Всего наилучшего Спасибо что пришли До свидания Пока До свидания До свидания До свидания После